Это Виктор Голуб с Долгомина, Паша, Виктор Богданов с Запорожья, и Андрей Саенко с Киева. И я тоже с Киева. Вот мы приехали на эту выставку. Конечно, первые слова – это благодарность организаторам, потому что для художника выставка – это, собственно, праздник. Художник – это такой человек, который творит в одиночку вечером, ночью, чтобы ему не мешали. Поэтому он индивидуалист. А выставка – это то, где место общается со своими коллегами и с теми, кто эту выставку посещает. Я хочу вам сказать, что вот это то, что вы видите, к сожалению, на сегодняшний день этот жанр такой веселый, карикатурный. Я его называю «чистая карикатура», она, к сожалению, на сегодняшний день потихонечку вымирает. Приходит на ее смену иллюстративный жанр и политический. Собственно, вот эта карикатура, которую вы видите, без слов карикатура, ну и там со словами, она зародилась в 60-е годы в Европе. Так называемая карикатура без слов. Это я уже немножко вам историю расскажу. Ничего? Ничего. А вам интересно? Ничего. Она зародилась в 60-х годах, когда начались большие вот эти вот движения, демонстрации за свободу слова, за права человека. Вот почему-то так это совпало, не знаю, может быть, это как-то было связано. И вот эта вот карикатура, такая философская, самодостаточная, где средством изобретительного искусства передавался, значит, юмористический трюк, гэг, как его называют еще, ход юмористический, где было сразу все понятно. И вот она с тех пор продолжала, значит, но тогда были рисуночки черно-белые и мало было цветных. Сейчас уже таких мало, и в основном идут уже работы цветные, профессиональные. И, скажем так, в Европе они продаются так же, как продается и график. И вот эта вот карикатура, она потихонечку исчезает с наших газет и журналов, где, собственно, карикатура зародилась. И еще один очень интересный момент, что когда распался союз, и, значит, наши люди начали уезжать за границу, и уехали туда тоже карикатуристы, и во многих странах появилась вот такая карикатура, которой там не было. Это и Германия, и США, и Израиль тоже, где вообще такой карикатуры практически не было. И кто еще? Бразильцы начали рисовать, тоже аргентинцы. То есть вот эта вот волна породила и карикатуру, которую за нами начали рисовать, и местные художники. Хочу вам сказать, чтобы вы знали, я, например, считаю, что наши карикатуристы очень сильные, и думаю, что они входят в пятерку лучших карикатуристов мира. Достаточно сильная карикатурная школа у нас, о которой мало кто знает. Количество наград несколько сотен. Я думаю, что если бы столько наград было у наших, не знаю, футболистов, кинематографистов или писателей, то, конечно, как бы это правильно сказать, вой стоял бы, наверное, на всю страну. А мы скромно приезжаем в Тернополь отдохнуть, встретиться с друзьями, и поблагодарить вас за это дело, за то, что вы организовали, за то, что пришли. Ну и напоследок скажу, что по последним исследованиям некоторых учёных, казаки не письмо писали, а карикатуру рисовали. Спасибо вам. У нас все сегодня жартует, пожартовала с нами погода. Ну, вы видите, что когда вы пришли сюда, падал уже снег, в конце весна. Поэтому мы тоже не залишимся, как говорят, осторон. И хотели бы... Вы видите, насколько эта человек все-таки сувора, потому что он работает в крокодиле. У него весь вигляд. И не случайно, что наш художник, куратор, координатор этой выставки, пан Никола Дмитриев, вам хочет на згадку про перебывание... Ну, вот мы приехали в Тернополь. Это вы приехали в Тернополь. И чтобы вы запоминали наше место, вам ваш портрет. Вот он такой похожий, он, пан Никола, который умеет делать. И не одну книгу он видит, не одну книгу он иллюстрировал. Так что мы, честно говоря, вам всем спасибо за то, что вы нашли время. Потому что это самое сегодня дорогие. И, честно говоря, если вы пытаетесь наступную выставку показать нагороди карикатуристов, разом с карикатурами, то этот зал позволяет это показать. Чтобы заявить раз нагадать, что действительно не только спорт, не только культура, тих жанрей, которые пропагируются на нашем телебачене, они гидны какого-то похоронения. Но я хотел больше все-таки представить. И еще раз. Константин Казанчев, голова Асоціації карикатуристів міста Київ. Віктор Голов, художник-карикатурист з міста Здовгунів, Рівенщина. Павло Шуряк, технічний редактор газети з міста Рівня. Виктор Богданов, художник-карикатурист з міста Запоріжжя. Пан Виктор. Миколу Дмитрика вам представлять не треба, это наш земляк, известный художник. Дайте, Боже, стих нагородок и вы, чтобы были. Ну и Андрей Саенко. Андрей Саенко – это главный художник журналу «Крокодил». Верече, місто Киев. Але, видите, они абсолютно нормально, что перед, что «Крокодил», что наш настрой, что 1 квітня, оно все-таки есть. Я хотел бы просто-напросто еще надати слово божаючим. С вашими словами, прошу, кто до слова, чтобы люди подивились виставку и действительно отримали насолод. Прошу. Я мав честь, чтобы быть арендатором цієї виставки. И могу сказать, что очень приятно, когда руководитель управления культуры, человек творческий, как Александр Иванович, с которыми мы решили вопрос буквально на пів слова. Хочу сказать, что я много рассказываю про «Крокодил». Я хотел бы рассказать, может, детально, про нашу асоциацию. Вона створена в 2002 году. Я думаю, мы не слышим. В 2002 году, с того часу, основным заходом нашей организации есть организация выставок под загальным брендом «Незалежность». Они бывают различные тематические, по тематике, они разные планы. Например, была единность, криза, была по правилам людини и так и так далее. Основным проводим своими мероприятиями в Киеве, но в последнее время начали выезжать много и в областные места, а также в места, которые имеют значительно культурный и туристический центр. Это был Кам'янный-Скодилский. Сейчас мы приехали в Тернополь. Еще раз хочу поблагодарить организаторам за наданную возможность нам встретиться. Хочу еще раз вспомнить, что проект наш не коммерциальный, абсолютно мы тут не работаем, скорее всего, наоборот. Но нам было очень приятно встретиться и с Тернопольянами, и с коллегами, потому что мы не так часто с ним встречаемся. Дякую вам всюду. Если уже за конкурс прошел разговор. В этом году мы проводим конкурс соответствующий. Конечно, мы в этом году проводим конкурс с темой футбол. Какой еще? То есть у нас будет международный конкурс. Он откроется в июне. И если, так сказать, администрация Тернополь-Напоточек, мы этот дубликат этой выставки привезем к вам. И это будет, наверное, вторая выставка, потому что я писал письма в городах, которые проводят футбол. Харьков, Днепропетровск, Донецк. А с тем, чтобы мы дали им выставку бесплатно. Еще ни один город не ответил, кроме Харькова, который написал. И мы просили на это совершенно небольшие деньги, чтобы приехать туда и открыть эту выставку. И тем не менее Харьков отказал. Так что я думаю, что почему бы и в Тернополе там не провести, чтобы быть как-то поближе к этому мероприятию, которое будет у нас летом. Так что мы готовы. Дякую. Ну и самое главное, это увидеть выставку. Я желаю вам гарного перегляда. И хотел бы напомнить, что выставка карикатуристов, первая всеукраїнская выставка в Тернополе, карикатури, была проведена в педагоге и в Педагоге Сергея Надова, а также Управление культуры и мистецтв нашей Тернопольской Мирской Ради, которая, на превеликий жаль, без перервы сьогодні дебатует и решает наши вопросы. Вот так же мы поднимемся без них и посмеемся, если будет что. Дякую. 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 Дякую.